Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Сегодня у нас второй игровой день. Ребята, хочу, чтобы вы перед началом нашего первого конкурса поделились впечатлениями от игры в первый день. Все настроены на борьбу или кто-то уже готов сдаться прямо сейчас? Я настроена. Настроена? Будем бороться? Вот это я понимаю, борец. А ты, Никита? Не буду сдаваться. Хорошо, ребят, самое время начинать первый конкурс. Тема разговора, как и вчера, это правила дорожного движения для детей. Сегодня, ребята, задания будут не намного сложнее, чем вчера, но с завтрашнего дня у нас с вами начнется серьезная борьба, потому что время близит нас к финалу, поэтому будем бороться. Итак, условия первого конкурса, ребята. Я раскладываю перед вами карточку, вот пока перевернуты они, чтобы вы не могли прочесть, что там. Здесь вопросы, вы берете по одной карточке и отвечаете на предложенный вопрос. Ну что, жребий чай тянем или кто-то первый хочет? Рыжевень тянем. Жребий? Жребий. Так, кому достанется? Нет, не желтенькая, зелененькая попалась. У кого фишка, тот и начинает. Итак, Аня, тяни первую карточку ты. Вопрос читай. На какой сигнал светофора можно переходить улицу? На зеленый сигнал светофора, но тогда, когда посмотрел налево и направо. Ах, умница, ну он уже более полный, трудно представить ответ. Итак, здесь я вам обещала не по одной, а по две за правильный ответ. Кстати, не сказала вам, что за правильный ответ вы заработаете по две фишки, но если вдруг ответ будет неполным и соперник будет дополнять, то придется фишками поделиться с ним одна одному, а вторая второму. Никита, тяни вопрос. Что регулирует движение на улице? Светофор? А еще, если нет светофора, что может регулировать? Не подсказываем. Это Никита. ДПС. Так, тихо. Так, как называется работник службы, которую ты назвал? Человек, который стоит и жезлом машет. Указывает. Тихо. Нет, а еще, давайте более точно есть слово, которое... Что делает этот человек? Регулировщ. Регулировщик, ну вот, ну ты знал, просто да, нужно было вспомнить. Молодец. Хорошо, регулировщик, светофор, а еще, что может, если нет ни светофора, ни регулировщика? На что водители обращают внимание? Чтобы знать, куда ехать, как ехать, правила. Правила дорожного движения. Что указывают? На правила дорожного движения. А как? Иллюстрируется на дороге правила дорожного движения. Аню, там, что мы видим по дороге? Вдоль дороги стоит. Что, столбой? Нет. Ну, пожалуйста. Даем Ане возможность? Дорожные знаки. Дорожные знаки, Никит. Ну что, делим пополам фишки, держи тебе одну. Нет, Аня любит желтенькую, держи тебе желтенькую. А ты какую любишь цвет? Я любой. Любой? Ты всеядный, держи. Следующий вопрос твой, Антини. Из этих четырех, которые остались. Ну, вот это. А вот это. Так. Какие правила поведения в транспорте вы знаете? Да, пожалуйста, перечислим. Много правил. То есть, нужно, когда ездит транспорт, а мест нету, чтобы сесть, нужно держаться за поручень. Да. Один. Нельзя читать книгу, когда стоишь. Да. Нельзя висеть на поручнях, которые вверху висят. Конечно, это же не турник, в конце концов. Нельзя выкидывать мусор из окна и высовывать голову из окна. Умничка, знаешь. И нужно всегда сидеть или стоять, держать за поручень. А если ты сидишь, а тут заходит бабушка? Ну, и всегда вступайте старым людям, пассажирам, пожилым, пассажирам с детьми. Молодец. Хорошо. А еще есть очень важные несколько правил. Ну, нельзя. Вот всегда еще пишут. Нельзя. Как подходишь к кабинке водителя, там такая надпись есть. Иногда в автобусах может оставлять вещи. И нельзя их трогать, нужно сообщить водителю. Правильно. Либо кондуктору. Хорошо. Водителя отвлекать во время движения можно? Нельзя. Конечно, нельзя. Что еще, Никита? Держаться за дверь. Там есть такая ручка. Некоторых. А, если есть поручень на двери, то держаться. Ну да, но быть внимательным. Не стоять близко к стенке, потому что если вдруг дверь откроется, гармошечка, она может так и к стенке вас. Хорошо. Ребят, очень-очень много правил. Аня, ты назвала, ты большая умничка. Две фишки тебе. Две фишки тебе. Немножко подсказал Никита, поэтому я твои делить не буду, потому что ты очень полный ответ дала. Дам просто Никите еще одну фишечку, Никита. Держи. Следующий вопрос. Никита, твой, тяни карточку. Где могут ездить велосипеды? Где могут ездить велосипеды? На специальных дорожках для велосипедов. На велосипедных дорожках. Это первое, верно. Но не только, Никита. Вспоминай, пожалуйста, где еще могут двигаться велосипедисты на своем транспорте? В парке. Так. Возле тротуара, чтобы если машина ехать, не задевала. Ну и также в пределах пешеходных зон может двигаться велосипедист. Да. Ну что, общими усилиями ответили на вопрос? Да. Согласны? Поэтому, я думаю, справедливо будет разделить по фишечке Никите. Все, с первым заданием вы очень хорошо справились. Молодцы. Ну а сейчас время встречи с нашей уже очень хорошей знакомой. Как ее зовут? Тетя? Оля. Оля. На экран, внимание. Ребята, здравствуйте. Здравствуйте. А скажите мне, ребята, вы любите всем классом ходить в театр, на различные экскурсии? Любим. Любим. Ребята, такие маленькие путешествия всегда познавательны и приятны. Но и тут присутствует опасность. Вас очень много, и взрослому сопровождающему приходится прилагать много усилий, чтобы проследить за каждым ребенком. Важно помнить, что при движении группы людей, а особенно детей, есть свои правила, которые необходимо строго соблюдать. Во-первых, разрешается водить детей только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. А при их отсутствии разрешено в виде исключения движение по обочине навстречу автомобильному потоку. И не забывайте в школьный поход в театр или еще куда-либо одевать жилеты повышенной видимости. Они есть в каждой школе. Они помогут быть заметнее на городских улицах. Ребята, на сегодня это все. Мне пора прощаться. Желаю успеха в игре и безопасности в жизни. Ребята, время заключительного конкурса на сегодня. Все без исключения дети, я думаю, что вы тоже любят очень отгадывать загадки. Это так? Да. Ну вот, сегодняшнюю нашу игру мы закончим отгадыванием загадок. Условия. Я вам читаю загадку. А отгадки уже есть у каждого из вас на стенде. Это картинки. Вам нужно найти правильную и на скорость принести ее мне. Кто быстрее справится, получит 4 фишки. А кто просто правильный ответ принесет, получит 3. Готовы? Итак, ребята, первая загадка. Двух колес ему хватает и мотор не подкачает. Нужно только завести. И счастливого пути. Побежали. Мотор, мотор завести. Счастливого пути. Ай да молодцы. Что это у нас? Мотоцикл. Мотоцикл. Верно. Так, сколько я обещала вам за правильный и быстрый ответ? 4. Аня знает, что справилась быстрее, поэтому помнит максимальное количество, которое ей положено. 4. И тебе, Никита, 3. Следующая загадка. Собрались. Это что за магазин? Продается в нем бензин. Вот машина подъезжает, полный бак им заливает. Завелась и побежала. Топ-другая подъезжала. Марш теперь уже. Магазин, магазин. Какой магазин у нас? Что это? Заправка. Автозаправочная станция. Никита, чуть быстрее. Смотри, как Анюта тебя все время обгоняет. Она снова зарабатывает 4 фишки, а ты зарабатываешь 3. Следующая загадка. У строителей в почете этот умный грузовик. Он почти всегда в работе. Отдыхать он не привык. Привезет и сам разгрузит щебень, гравий и песок. А потом спешит обратно, как бы не был путь далек. Хорошо. Что это? Грузовик. Грузовик. Еще можно назвать самосвал. Хорошо, ребята, отгадали правильно, одновременно пришли. А это значит что? И сделали это быстро. Значит, сколько фишек вам должно быть? По 4 фишки. А, ну ладно, так и быть. По 4. Последняя возможность заработать фишки. Внимание. Никогда я не сплю. На дорогу смотрю. Подскажу, когда стоять. Когда движение начинать. Побежали. Молодцы. Молодцы. Правильно, правильно. И очень, 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 очень быстро. Что это у нас? Светофор. Молодцы. Снова 4. Не хочется мне давать вам по 3 просто за правильный ответ, потому что очень быстро. Я же 4. Ребята, все. Все сыграно. Теперь считайте фишки. 24. 24, 19. Вот как. 24, Аня. 19, Никита. Ну что, ребята, до встречи. Пока-пока. До свидания. До свидания. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97.